Говори, Володь, да. Мы православные христиане в этот чат-рулетки, как говорят, преисподние места спустились, чтобы людям рассказать о Боге, о спасении души. Не хотите ли послушать или узнать для себя что-то нового? Может, какие-то вопросы у вас есть? Я уже ступил на... Не слышно. Я уже ступил на путь грешный. Я уже ступил на путь грешный. Ну, надо выйти на правильный путь через веру во Христа. Грешный путь заканчивается преисподней, адом. В аду, в огне будете гореть после смерти. Я держу прямой путь туда, в ад. Не надо это, не надо. Эта бравада пройдет. Не надо. Господь ждет покаянием человека, чтобы на добрые дела благословить. Ну и что? Это еще ничего не значит. Вы раскаетесь в этом, и все. Этот масонский знак уйдет от вас грешного. Говори. Здравия вам, братя. Мир вам. Чего? Какой верой будем? Православной. Это как? Верим во Христа, Господа нашего Иисуса Христа. Так он же говорил, его Господом не называет на нам. Как мне называть? Ну какой же он Господь? Он Дух Святой. Нет, Дух Святой это третье лицо Троица, а Христос это второе. Вы тут неправильно говорите. Да ладно. У вас какая церковь-то? Православная. Православная. Патриархия-то какой? Да, патриархия. Но мы относимся лично, вот мы, наши две общины, к русской, православной, зарубежной церкви. Ага, все ясно. Белоэмигрантской, царской. Потому что со многим патриархией мы не согласны. Вот это что делается? Крещение как попало, все за деньги. А у нас этого ничего нету. Мы с нуля строим... Ребят, ребят, я это... Традиции славянских этих, скажем так, что дохристианских я традиции-то. То есть язычество? Нет, не язычество. Старое обрядчество. Ну это старое обрядчество, это и есть православие, только обряд старый. Это Никон все перепортил. Нет, это правь, славя. Я предков своих чту, заповедей слежу, живу по кону, а не по написанному, по совести, по своей. Не делаю другим что-то, что я не желаю себе. Твердохлебов для вас кто? Трехлебов, не Твердохлебов. Ну Трехлебов. Никто. А Левгашов Николай? Никто. И Константин Петров тоже вам не авторитет? Никто. Ну вот это хорошо. Я живу по совести, по своей, зачем мне их не нужны совести? Ну по совести это здорово, конечно, если совесть не сожженная. А я не хожу в этим, по попам православным, по всяким. Потому что они сами блудники и живут без этого. Ну не все, по одному, как о всех сказать? Да, всех. Вон Кирюха этот, Гундяев, который вредный тип. У меня брат родной. Живет в этом, в роскоши купается. У меня брат родной. Брат родной, на пять лет моложе меня. Он протеерей. Мы с нуля строим православную деревню. Он сам держит овечек. Мы с тарелкой не ходим нигде. У нас все бесплатно делается. А я не сказал, что в христианстве все плохо. Я говорю про Кирюху Гундяева. Ну, а он за себя ответит. А перед кем? Перед Богом Жидовским? Да, перед Богом. Перед Жидовским? Ну, что сделаешь? Мы поминаем молитв всех правителей, Порошенко и Путина. А уж как Бог поправится. Нам повеление молить за царя и за начальство. А Путина за что? Да ни за что. Меня не дано судить-то. За что? Так он же жидам Хасидским продался. Ну, мы молимся за Дональда, за Эрдогена, за Амана Тулеева, за Рамзана Кадырова. За всех, чтобы Бог дал им правильное направление. Вера во Христа, милосердие. Ну, у вас как начинаются там все молитвы, да? Прости меня, Господи, раба грешного, что ли? Нет, не прости, а в разуми наставь, просвети, чтобы мудрые законы издавали, не угнетали народ, чтобы пенсионеры могли жить нормально. Это, ребята, у вас какая-то утопия. Ну, правильно. Они живут по законам жидовским. Ну, да. А как они будут о вас думать, если они по жидовским законам живут? Ну, у вас опыт другой. У меня другой опыт. Когда меня допрашивал начальник тюрьмы, я когда сидел за Слово Божие, начальник тюрьмы умер по-христиански, следователь обратился. Следователь КГБ стал священником. Ко мне прислали еврея одного, мы полтора часа побыли, он стал священником. Наум Израилевич. Так они же жиды-то, они существа-то искусственно созданные, клонированные. Нет, не все. У меня крестники. Это они с нами кровь мешают специально? Нет, ему не надо мешать кровь. У него жена, есть дети. И что? Он в Тбилиси служит. В моем доме привезли его сюда показать, какой он. У него жена-то кто? Тоже жидовка, что ли? Нет, она грузинка. Ну, так он что? Грузины-то белые люди. Вот. А он священник. Построил сейчас большой храм православный давно. Он мой крестник. Мы его в переделке накрестили. Он уверовал в Бога, принял спасителя. И когда он хотел к родителям в Израиль поехать, ему запретили. Евреи не пустили его к себе. Давайте тогда будем рассуждать так, что апокриф от Андрея Первозванного есть? Его спрятали? Ну, даже если... Есть Евангелие от Фомы, Иуды, там начинают, Басилиска. Ну, это все апокрифы. Нет, а почему тогда от Христа от самого нет Евангелия-то? Так вот, это и есть Евангелие от Иоанна было сказано. Вначале было слово. Слово было у Бога, слово было Бог. А слово присвешивало звук, вибрация. Это слово логос. Ладно, хорошо. Что он сказал? Я пришел к кому? Погибшим овцам Израилевым. Да, Скотта Могильник. Правильно сказал? Правильно. Правильно. И его спросил Андрей Первозванный, первый званный, за ним идущий. Кому нести весть благую? Он сказал, не ходите в дома самарийские. Идите с вестью благой. На юг, на запад и на восток. А на север к язычникам не ходите. Такого нету. Нету, нету. Это есть апокриф. Ну, назовите место писания, где есть. Володя, покажи. Апокриф. Да, апокриф его в печку. Зина, в печку. Вспомните. Как в печку? Ну, вспомните собачье сердце. Филипп, Филипп, пришли к зине, в печку календарь этот. Ну, календарь же. А календарь это каляды, да. Он больше верит апокрифам, чем виблии. Вот чем дело. О, это. Виблия? Хорошо, ладно. Что такое Старый Завет? Ветхий Завет это то, что... Ветхий Завет это упрощенная Тора. Тора это пятихнижие мысеемы. Вы задали вопрос, а сами не слушаете. Вы задали вопрос, вы слушаете. Я же говорю, что это такое. Я же рассуждаю. Что слушать-то? Ну, у вас вопросов и нету. Ну, как нету? Если вы на наш сайт зайдете, вот здесь вот все показано где. Зачем я пойду на ваш сайт? Я вам просто говорю, что христианство появилось в Иудее. Оттуда имеет корни. Где мы и где Израиль. Чего? Кто такой Суд Христос был? Еврей? По плоти. Иудей? По плоти. Так по плоти. А так его душу-то кто вдохнул-то? И зажгла звезда, и пришли волхвы. У жидов не было волхвов. Значит, у нас славян были волхвы. А волхвы какое отношение имеют к нему, к происхождению? Какое? Кто? Волхвы какое имеют отношение ко Христу, к его рождению? Какое? Никакого не имеют они к нему. Они его потом обучали. А где, извините меня, он пропадал приблизительно где-то лет 7 до 33 момента, когда его распяли. В 12 лет он в храме был, в 12 лет Евангелес Лука говорил. В каком храме? В Иерусалимском. В Иерусалимском? Да. Как в низходня какой-то получается. Потому что он вдруг потом въезжает в Иерусалим и увидел, что там торгуют, да? И стал крушить ряды торговые, чтобы не отрешали в доме отца. Так а где он в этот момент был, если он там в храме был и увидел, как в этом храме торгуют? Это что, он не видел, что там начали торговать? Ему 12 лет было. 12 лет было. Что он мог сделать-то? Он видел, отвечал на вопросы старцев. Нет, он мне, когда он в Иерусалим въехал уже на осле. Ну, это все, это он должен был явиться и показать себя. Нет, явиться-то. Если он в храме находился, потом вышел, значит, за ворота храма и до такой степени, что, да? То есть за стеной Иерусалима вышел, и потом он вдруг возвращается, и там разросся рынок, и уже торгуют, да? Как он говорит. Они всегда торговали. Вы как, события-то не могут так одно на другое переворачиваться? Так какое-то получается? Ну, как в православии всегда торгуют, Христа нету, чтобы выгнал всех торгашей. Дом-дома молитвы нарисуется, а вы сделали его вертепом разбойников. Так? Нет. А как нет? Он так и сказал? Первое послание к кальфинянам. Да. Голова 12, стих 3. Никто не имеет права называть Иисуса Господом, а только лишь Духом Святым. Это у вас написано или у меня? Не имеет права? Нет. Никто не назовет. Вы еще читаете-то? Не назовет. То есть если он называет, то только Дух Святой помогает ему в этом. Никто не имеет права. Называть Иисуса Господом. Есть такие слова? Никто не назовет Иисуса Господом признание. Вот я, допустим, в университете преподаю, а там разные люди. И в это время мне задают сектанты. Вы говорите, мы еретики, баптисты. Я говорю, знаете, еретики это один вопрос. Кто сказал, что вы еретики? Я говорю, они мне записку посылают, я на капитале стою в университете. Кто вам сказал, что вы еретики? Баптисты. Баптисты говорят в записке, вы меня не слышите. Ну? Ну, я говорю, вы Иисуса признаете Господом? Мне говорят, да. А тут написано, никто не может назвать Иисуса Господом, какого-то Духом Святым. Значит, у вас Дух Святой есть. Хорошо. А тогда скажите мне, пожалуйста, вот просто, да? Какие слова говорит священник, когда венчает и когда крестит? Венчается, пророка Исаию считают. Какие слова? Слов много, полчаса. А конкретно, когда пропоет Исаия и Ликуй, все, назад по вороту нету. Во время венчания, батюшка, что говорит? Он что говорит? Так же нельзя сказать, что говорит. Не будет жених Яков Авраам, а невеста Яков Сара. Да и кроме этого еще. И что дальше-то? И что? Это какие имена-то? Славянские наши, что ли? Или какие? Это еврейские, это еврейские имена. Жидовские. Так вы со мной не согласились, что корни христианства идут из жидовства? Да я не говорил, что не согласен. Как это? А зачем мне нужна такая вера, которая не моя вера, а жидовская? Так Бог избрал. Наш этого ничего нету. У нас Иван да Мария, Иван Мария, оба еврейские имена. А что Иван да Мария? Ну, в песнях поются Иван да Мария. Ну, в песнях кто поет? Эти песни сочинялись во время того, как жиды оккупировали Советский Союз. Что там? Ну, вы знаете, что Иван имеется благодать Божия, а Мария госпожа переводится. Это еврейская. А вот вы, взрослый человек, вы действительно верите, что женщина может понести непорочное зачатие без мужского семя? Да, если семя. Мне веры, если нет, то ничего и нет. А вы скажите... Ну, как может появиться тело бряно-человечий, да? Не надо рассуждать ум человеческим. А не надо рассуждать. Ум человеческий очень маленький. А скажите, как оплодотворяется морской ёж? Звезда морская, как? А мы отличаемся от тварей, созданных... От удара молнии. От удара молнии. Идет оплодотворение. Мы маленечко отличаемся от тварей. Ну, так я пример хотя бы сказать. Какой? Да это не какой пример. Ну, хорошо. А тронисты не понимают. Если появляется яйцеклетка, появляется семя мужское, происходит слияние их. Правильно? Правильно. Тогда скажите мне еще такое, да? Если после смеры смерти, да, то есть смеры мерности, да, наша душа, то есть истинное мое я, попадает на тот свет, да, в рай там или в ад по делам вашим и заслугам, то когда появляется новая жизнь, зарождается, в какой момент душа вселяется и откуда душа берется? Какие вопросы вам поставлены? А вы скажите, что раньше, говорят, яйцо или курица? И все начинают... А я вас спросил не про яйцо и курицу. Я вас спросил конкретно. Подобное говорю. Подобное. Не надо аналогии. Вы скажите мне, если она уходит, душа на небеса, то когда появляется тело человеческое, откуда появляется душа в нем? Придет время, когда Господь при трубе ангельской... А у вас свой Господь, правильно? Вы задали вопрос и не слушаете, вы никогда ничего не узнаете правильно. Слушайте... Я вас спросил конкретно. Вы задали вопрос, я начинаю говорить, вы перебиваете каждый раз. Определенно и четко сказано, что раздадутся архангельские трубы и при последней трубе мертвые воскреснут. И с телом, которое воскреснет, душа соединяется и возносится к Богу. И так на облаках всегда, говорит, будем с Господом. Первое послание. Второе послание об этом говорит, как фессалоникийцам. Вторая глава. Первое Коринфянам, говорится, пятнадцатая глава. Вот откуда душа. Душа соединится с этим телом нашим. У меня отец с фронта без руки. Рука будет на месте. Я слушаю, слушаю. Я все ответил на ваш вопрос. Душа соединится с тем же телом, не с другим. Хотя бы его сожгли, распылили. И все равно оно будет опять собрано. То есть, значит, тело у нас разлагается в земле. Так. И потом эта же телесная оболочка, да? Да. Явная, да? Да. Она потом снова возрождается. А душа-то откуда в нем появляется? Душа, которая уходит к небу. Написано, а дух идет к Богу. Об этом иксисиас говорит. А прах идет в землю. И оно опять соединится. То есть, душа и духа для разных вещей, да? Нет. Иногда бывает одним и тем же именем называется. Вот мы считаем 6 глава, 4 стих, откровение. И увидел я души убиенных под жертвенником. Души. А когда считаем 12 глава, 28 стих, к евреям. Он говорит, мы приступили к духам праведников. К евреям, да? К евреям? К евреям, послание. Мы приступили к духам. К евреям. Послание к евреям. Он обращается к евреям. А мне? Вы на полсловия перебиваете-то. Вы сказали, душа и дух одно и то же. Я говорю, иногда. Это вымя. Разно, а иногда вместе. Уважаемый, я вас прошу ответить. Христианство это для погибших овец израильевых или для меня? Для всех. Для меня, славянина. Апостолы, когда говорит... Который, который святочник предков и род свой, и не слушает проповедь жидовскую, и не следует законам жидовским, а живет по совести. По совести? Соблюдая традиции. По совести самое неудобное сегодня. Душа язычница. И она повлечет. Как это по совести? Да очень просто. Существует закон, писанный людьми, несовершенный, что на меня нападает, я его убью. Вот. Защищает дом свой, правильно? Да не убьете вы, когда рядом 20 китайцев с автоматами, вы ничего не сделаете, только себя погубите. Стоп. Любой. Он хорохорится, пока ему, говорит, не пристало. Пришли на землю, на мою, хотят у меня забрать. И что? Кров, пищу, женщину мою. Заберут. Заберут? Заберут. А я ему не дам забрать. Да никто вас спрашивать не будет. Вот ИГИЛовичи сейчас дошли на эти, которые из ИДы рядом живут. Мужское население в один день всех расстреляли. Я задаю вопрос. Если я буду защищать жену свою, чадо свое, и убью посягающего на их жизнь здоровье, это будет считаться грехом? Грехом? В Новом Завете да, в Ветхом нет. Будет грехом считаться? В Новом Завете будет считаться. Второй раз говорю. Если он меня будет бить по голове топором, я ему должен поставить другую голову? Таких голов порубили много, а я остался живой, вышел. Или я ему должен сломать руку, чтобы больше никого, кроме меня, не пытался даже ударить? Я еще раз говорю вам, что мне пришлось пройти там, где на моих глазах убивали, а я остался живой. И что? А я не оборонялся. Какая у меня была жизнь? Я не оборонялся. Я просил Бога. И Господь сделал так, что убийца покаялся. Покаялся. Да? На Бога надеяться сам не плаша. А сделайте так, чтобы я покаялся. Господь смотрит. Какой путь был? Иногда человек грехами завалит всю дорогу себе и говорит, я по совести живу. По совести жили до Моисея. Пока не стали писать. По совести? Почему Иоанн Затауст говорит, что Евангелие вторично. Жили сначала по совести. По совести это как они жили? А так что? Вы любите своего ближнего, как самого себя? А что такое совесть? Совесть что такое? Дайте формулировку. Совесть? Это мирил человеческой порядочности. Какие порядочности, когда столько народов? Допустим, возьмем Камшедала. Убили кита и жрут деблевотины. Какая совесть? Кого убили? Кита, кита, кит. И что? Ну, у него все только в этом заключается. Чтобы набить утробу по совести. Он больше ничего не знает. У кита по совести утробу набить. Вы мил человек путаете маленечко. Животное не имеет права выбирать. Оно живет инстинктами. Да я не про него говорю. Я говорю про человека. Про выиграть из человека. Я говорю, какой? Про человека? Какой? По моей вере убить можно только в семи. А почему Христос за себя не заступился? Он двенадцать легионов ангелов мог бы представить. Почему он за себя не заступился? А почему он сказал Иуде, иди сделай то, что потому, что он видел, что он его должен предать, чтобы чудом удивить всех, что он воскрес? Как же человечек, который Иисусом был, предвидел, что его Петр три раза предаст, да, трижды откажавшись, и он потом их всех простил, почему нету Евангелия от других, где они все, или они были неграмотные? Это у вас вопросы, которые вам не мешают уверовать в Бога. И эти вопросы вам сегодня разрешат. Они не мешают. Ваш Бог вас считает рабом. Да, так и есть, рабы все. А вы не считаете? А мои боги светлые славянские меня рабом не считают. Вы, говорит, свободны от праведности. Павел сказал. Я свободны от праведности? А свободны от праведности, да. Так написано. А как я это? Нет, а что я, какие законы? А так, потому что настоящую праведность. Какие законы нарушаюсь, я не делаю другому, чего себе не желаю. Да, точнее, вы сейчас только сколько раз солгали, что вот то-то, то-то, правильно, Андрей, зачем говорить, когда этого нету? А вот зачем вы против меня определение запускаете? Эй, нет, это вы сказали. Да, есть. Вы меня называли сейчас лжецом. Я говорю, лжец вы. Это ложь, когда мы признаем апокрифы за настоящее. Что такое аллилуйя? Слава тебе Боже, по-еврейски. Славя, славься, Бог, Яхва или Ягова. Жиды поклоняются дьяволу. Иисус им сказал. Какому дьяволу? Какому? Обыкновенному. Ну, в этих словах они нету. В Афамету поклоняются они. И он сказал. Ну, про всех. Отец вас лжец. Он им сказал. Отец вас лжец. И отец лжи. Тот, которому поклоняются. В Афамету они поклоняются. Как перевести? Яхва что означает в переводе? Дьявол. Означает сущий. Вот вы еще раз солгали на свою душу. Нет. Дьявол означает клеветник. Дьявол. Вы не знаете еврейского языка. А мне его не надо знать. И греческого не знаете. Я не буду его знать. Зачем он мне нужен? Я обладаю самым великим русским могучим языком. Вот это перевод надо знать. Словарь бы смотреть. Я на них изъясняюсь. А вы мне трактуете тексты жидовские. Написанные русскими буквами. Переведенные в жидко. Яхва. Яхва. Яхва означает сущий над всем. Сущий. Да. На кого он сущий-то? Для всех. То есть всегда существующий. И не было момента, когда его не было. Для кого? Для всех. Дьявол всегда был. Дьявол сотворен. Дьявол это творение. Вы еще раз солгали. Кто? Да. Считайте 14 главу Исаия. И 28 главу Иезекииля. Это дьявол. Которому жиды поклоняются. И они вам изобрели христианство, чтобы вас вести в искушение. Вы книгу Иезекииля читали? Чего это читали-то? 28 главу Иезекииля прочитаете. 14 Исаия. Там ответ. Это вы читаете ту книгу, которую вам написали жиды. И ее трактуете. Ну и что? Она была переведена сначала с иврита на греческий язык. А с греческого была переведена на старославянский. А со старого славянского на русский современный. И вы мне хотите сказать, уважаемый, что это переведено без искажения смысла? Никто не переводил со славянского. Зачем вы неправду говорите? Назовите переводчика хотя бы одного. Старославянский язык отличался? Отличался, но с него не переводили на русский. Зачем вы Бога не боитесь? Как вы боятся меня? Вашего Бога Яхвы, которому... Так, подождите. Скажите, кто переводил на русский язык со церковнославянского? Переводчика назовите. Ну а как же? Как же? Поповские есть жиды, переводящие... Кто переводил церковнославянского на русский? Церковнославянского кто переводил? Переводчика назовите одного хотя бы. Я не знаю, кто переводил. Не знаете? Его адаптировали под современные языки. Да нету, конечно, этого. Переводили с оригинала. Кто переводил с еврита на греческий? Я вам называю. Слушайте внимательно. Кто переводил с еврита на греческий? Павский Герасим Петрович. Архимандрит Макарий Глухарев. Хвольцин Данил Аврамович. Логинов. Я вам перечислю всех переводчиков. И Филарет Митрополит. Кто переводил его? Я вам ответил. Что? На русский язык. Я на русский язык то переводил. В 1876 году. Правильно. Раскол когда произошел? Я вам ответил. Переводили с оригинала. Раскол произошел когда? После Никонской реформы. В 1656 году. Замечательно. Староверы на каком языке читают? На церковно-славянском. Древний славянский никто не знает. Церковно-славянский. Не знает никто. Никто не знает. Почему? Треперстии и двоеперстии было. Потому что когда принимал князь Владимир веру оттуда, в это время уже в Греции было 2 и 3 перста. И оба объясняли. А как был князь Владимир? Я вопрос не успеваю ответить, вы опять. Вот что, знания распирают так? Слушайте. Внимательно. Послушайте. Вот в это время троеперстия почему? Против Ария. Он говорил, троицы нет. И поэтому на арену вышло троеперстия. Но когда на истории появился, стал отрицать монофизицу. Тогда появилось 2 перста. И когда большая часть была в это время, князь Владимир крестил, принял. А в Греции преобладающим осталось троеперстия. Никон решил подогнать под одно. Он не прав был. Никон сделал огромную ошибку. Расколол русский народ над бесчастьем. Правы здесь старообрядцы. Вы старообрядец? Да, мы из корней старообрядческих. Там и родились. Но находимся в церкви православной сегодня. У старообрядцев есть только белокреницкая иерархия, новозыпцевская, имеющая священство. А раскольников, которые не имеют священства, где-то 55 толков разных. Это и поморское согласие. Замечательно. Вера у вас одна христовая, да? Да, христовая вера. И у нас старообрядцы... Есть католичество. Католичество с 1054 года. Есть армяне-христиане. Армяне. Есть вы, староверы. Григорино-армянская апостоличная церковь. Называется Копская и Сирская. Все, больше нету. Все христиане? Я еще повторяю, только пять. Православие, католицизм, Григорино-армяны, копты и сирийцы. Все остальное сектанты, ересь. Да, то есть лютеране... Лютеране-еретики. В 1517 году лютер выбросил эти 95 тезисов. А он почитаемый? Мартин, лютер. Лютер-еретик. Еретик. А в чем его ересь-то заключается? В том, что он отделился без священства. И монахам свои говорят... А в том, что он на родном языке читал псалмами, а не на латинском? Это правильно. Это хороший поступок. Но он еретик. Но не все же так однозначно. Как он? Если он еретик, он делает хороший поступок. Ленин тоже делал хорошие поступки. И Гитлер делал хорошие поступки. Хорошие были. Ну, что было немка, жидовка. Ну, ну. Нельзя так это оголтело сказать. Я знал... Советский Союз создали жиды во главе с Троевским. А Израиль кто создал? А Израиль кто создал? Ну, кто? Ну, кто? В журнале Огонек. Журнал Огонек это авторитетный источник, что ли? Ну, я... И Виталий Коротич пишет. А Виталий Коротич русская фамилия? Какая у вас мода? На полпредложения. Рудовская? На полпредложения. Он еврей. Еврей. И он говорит. Заголовок. Гитлер-создатель Израиля. Доказано. Гитлер создал его, Израиль. Гитлер Израиль создал? Да. Сегодня уже все доказано. Лучший историк сегодня вы знаете кто? Виктор Резун Суворов. Кто? Предатель Советского Союза? Предатель. У него выхода не было. Его убивали. Если для вас Резун, который Суворов взял псевдоним и пишет всякую хрень... Не хрень. Он доказал. Сегодня уже лучшие историки понимают так. То есть он утверждает в своих книгах Резун, что если бы на нас не напал Гитлер, мы бы напали на Гитлера сами. Через две недели. Как раз уже готовилось все. Это уже доказано абсолютно 100%. Все войска были подтянуты туда. Уже словари дали. На каком языке? На чужой территории воевать. На свое не будут. Уважаемые начитались пропаганды. Знаете, пропаганды? Я там ездил по странам. Которые он писал по заказу. Эту всю фигню собирал. Он ругается? Надо заканчивать. Так, все пока. Давайте, до свидания. Если вас интересует, наши ресурсы запишите себе. Наши ресурсы жидовские. Все жидовское. Перезун жид. А вас как? Звать как вас? Мишесть разведка. Имя мое. Мистое. Звать у вас имя какое? Имя какое у вас? Воловит. Ну, имя по паспорту какое? По паспорту у меня нету имени. Для вас. Ну, у вас все равно имя-то может быть еврейское. Еще вы так ополчились на евреев. У меня имя не еврейское. А какое? Воловит. Да это нет такого имя. Это придумали. Как Велор, Владимир Решлень, организатор революции. Это все надумано. Тракторина, Октябрина. У меня старославянское имя. Еще до вашего крещения. От 7527-го лета исчисления. Это вы живете по обрезанному Богу. 25-е число католическое. 8 дней обрезания Господня происходит вам. 1-го числа, 1-го января. Вы все встречаете этот Новый год. Все живете по Новогодию. А мы живем по Новолетию. По чистой нашей вере. По соблюдению конов и души. Давайте прощаться. У нас уже время уходит. Всего вам хорошего. С Богом. Все, останавливайте. ПО-НООН. 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 ПО-НООН.